Алексей Пустозёров Алексей Пустозёров Алексей Пустозёров Алексей Пустозёров В каждом матче доказывать, понимать, что это хороший шанс показать себя тренерскому штабу и вообще всем. И цепляться за эту возможность, потому что мы все ждем, когда выйдут наши лидеры. И там уже тренера будут решать, кому играть. У вас была какая-то нервозность перед матчем? При всем уважении к нефтехимику и Витязю, Акбар все-таки соперник гораздо более высокого ранга. Ну, я не знаю там, как у остальных. Лично я понимал, что Акбарс хорошая команда, но мне повезло, я летом сыграл на прессовом турнире с ними, и я уже понимал, что от них ждать, и поэтому старался особо не думать, потому что пришел уже к тому, что чем-то там больше нервничаешь, это на пользу тебе не идет, поэтому старался отстраниться о том, кто против нас будет уходить. За несколько игр на уровне КХЛ уже успели понять, в чем вам надо прибавлять, в чем слабые места? Да, конечно. Небольшой анализ, чтобы тоже в себе это не копаться. Но в целом, да, конечно, ну я и до этого знал, в чем мне надо прибавлять, всем всегда надо каких-то компонентов добавлять, потому что не бывает идеала, нужно всегда стремиться и развиваться. Окей, ладно, спасибо, удачи. Господа, мы готовы продолжать. Глеб Кузьмин на подаче салат Юлая в ответе на ваш вопрос. Камера. Добрый вечер, Глеб, Азамат Шулуков, Медиа Корсеть, слышите? Да, здрасте. Ну, сначала итог игры в целом, что вышло, что нет. Ну, проиграли 1-4, ничего не вышло получается по итогу. Можете в двух словах сформулировать, что тренеры говорили перед игрой, чего добивались от вас? Ну, давать установку, план на игру. Части мы выполнили, а части нет. Какую часть выполнили? Средняя. Долго объяснять придется мне. Со стороны хейхиста, могу сказать, что часть выполнили. Можете какие-то плюсы извлечь из этого матча? Там хотя бы опыт, я не знаю. Да, конечно, молодые ребята получаем опыт. Игры в КХЛ. Учимся через эти игры. И, надеюсь, это отдает свои плоды в дальнейшем. Ладно, спасибо тогда. Удачи. Удачи, спасибо. Спасибо. Спасибо.